Первый старт с космодрома Восточный состоится по графику 25 апреля. Это заявление, можно сказать, итог сегодняшней инспекции, одной из главных строек страны. Как было сказано, недочеты есть, но они штатные и будут устранены в ближайшее время. Сейчас готовится к генеральной репетиции запуска ракеты. Уже в конце марта ее привезут на стартовую площадку, поставят вертикально. И это будет финальная проверка. Дальше начнется обратный отсчет до исторического дня. За происходящим на космодроме следит Даниил Горчаков. Впереди, перед ним агрегат термостатирования. Вот эти все вот эти шланги. Сотрудники Роскосмоса демонстрируют результаты тестов ракеты «Союз-2.1Б». Уже совсем скоро она должна стартовать с нового космодрома Восточный. Сегодня там закончено автономное испытание на трех блоках. Это сжатый газов, кислорода и керосина. А также закончено автономное испытание мобильной башни обслуживания. В целом мы в графике. Первый старт переносился, но сейчас специалистам удалось наверстать упущенное. И сама ракета уже обрела реальные черты. Это третья ступень ракеты-носителя «Союз-2». Пока она расположена автономно. Специалисты уже завершили сборку так называемого пакета. Это основная часть ракеты-носителя, которая заправляется топливом и, собственно, обеспечивает старт на орбиту. «Союз» уже готов к сухому вывозу. Это когда незаправленную ракету устанавливают на стартовом столе и имитируют полет. Такая процедура необходима, чтобы протестировать работу агрегатов пускового комплекса. Вот раз все программы, включая его полет. То есть он там будет шевелиться? Да, она шевелится. Она и здесь лежа проходила, она и лежа летает у нас. Рядом с компактным, но при этом самым технологичным космодромом России развернулось масштабное строительство новой космической столицы страны. Циолковский должен стать первым умным городом. В новостройках устанавливают системы по максимальному использованию энергии солнца автоматическому контролю коммунальных расходов. Это контроль проезжих частей, это видеосистемы, это какие-то системы считывания номеров. То есть мы постараемся сделать все, чтобы сам космодром и город соответствовали друг другу. Одними из первых жильцов стала семья Мигачевых. Мигачевых инженеры Роскосмоса, Виктор и Маргарита совершенно бесплатно получили однокомнатную квартиру на 40 квадратных метров. В ней уже была установлена мебель и сантехника. Ну, нормальные условия. Отлично. Просто не ожидали даже такого. Детишек делать надо теперь здесь. Уже в этом году строители обещают сдать в эксплуатацию 8 новостроек и детский сад. Так, чтобы работникам космической отрасли было, куда устроить пополнение в семье. На очереди еще несколько кварталов, стадионы, школа и современный аэропорт. Данил Горчаков, Алексей Сахно, 5 канал, Амурская область.